И, конечно же, день наш был бы не полон без освещения темы света. Поэтому тему трендов развития рынка освещения для нас, для вас, расскажет Марина Емельянова, руководитель проекта «Вам виднее» и специалист по комплектации объектов с светотехническим оборудованием. Марина, приветствую вас! Марина у нас в Zoom. И также, друзья мои, я хочу отметить, что компания «Вам виднее» является партнером нашего мероприятия. Вы можете увидеть всю информацию об этой компании во вкладке «Участники», а также во вкладке «Специальные условия». Прямо сейчас Василиса, наш модератор, скидывает все ссылки в чат. А также в течение выступления Марины мы будем скидывать в чат Инстаграм. Марина, при этом отдать должное, давайте я расскажу немного, что тема трендов в дизайне освещения Марина рассказывала в январе этого месяца. Здесь у нас живьем в Центре дизайна интерьера экспостроенной на Химовском. И мне будет очень интересно узнать, что же изменилось за это время, хотя не было каких-то выставок, не было каких-то громких событий в освещении. Но Марина за всем этим следит и сейчас с удовольствием поделится своими знаниями. Марина, я вас приветствую, наши гости в чате также вас приветствуют. Мы ждем ваши вопросы, друзья, в чат. После Марины презентации я их с удовольствием ей переадресую. Марина, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо большое, Светлана. Всех приветствую. Приветствую компанию Art Dialog. Очень рада стать частью вот такого знакового события на рынке интерьерного дизайна. Теперь уже попробуем в формате. Так, секундочку. В целом, от того, что наш формат немножко не доизменился, а из оффлайна мы пришли в онлайн, информация не является менее ценной, нежели была всегда. В целом, Андрей, я расскажу вам все сегодня на основе своего опыта. Я работаю на рынке интерьерного сегмента уже более 12 лет. Очень плотно со Светлом уже работаю 8 лет. И поэтому все, что я буду рассказывать, это не просто информация, взятая там откуда-то или списанная из статей, теоретиков, а все реализованное мной и пройденное на практике, работая с клиентами разного сегмента. И вот это вот развитие интерьерного рынка и новое мнение я стараюсь вам рассказать. Мое выступление будет построено так, что я буду индустрировать свои слова интерьерами, взятыми, в принципе, из интернета, из общего доступа. И плюс буду показывать товары на сами светильники, которые, соответственно, вы можете купить и реализовать свои проекты с помощью наших менеджеров. На первом слайде – это наш логотип нашей компании. По нему вы сможете нас опознать в обкладке, как сказала уже Светлана, специальные предложения и партнеры. Также вы можете найти по этому значку у нас в тяпке, по гугле, по вам виднее.ру. И тем самым понять, что вы нашли именно ту компанию, которую искали. На фото справа у нас представлен торшер, о котором я скажу вам в конце. Расскажу, как можно выключить совершенно бесплатно, всего лишь поучаствовав в конкурсе, который сейчас, сегодня, в рамках как раз-таки Interior Week мы анонсировали сегодня в нашем Инстаграме. Поэтому не переключайте, создавайте до конца. И в конце я расскажу простые правила, с помощью которых вы сможете получить этот классный торшер, который отвечает, в принципе, веяниям интерьерного нашего рынка. Приступим. Первый мой слайд. Надеюсь, вы не шокированы. Это то, с чего, грубо говоря, начиналась моя карьера в Свети. Когда-то люди тратили миллионы именно на светильники такого уровня. То есть стразы сваровские, золото 24 караты, фрукты из муранского стекла. Все это было в тренде, все это было модно. И со временем все максимально изменилось. И люди уже не готовы тратить такие госнословные суммы, потому что они стали легкими подъемом, легче потратить определенные средства на свое образование, на инвестировать в образование детей, либо в путешествия. А люстры и драгостоящий год уже, в принципе, ушли в далекое прошлое. И люди сейчас ценят индивидуальность, легкость, простоту, комфорт. И комфорт не только в плане уюта дома, но и комфорт в цене. Поэтому это иллюстрация, которая ушла в любытие. И то, что раньше у многих дизайнеров интерьера, которые обращались с целью «нам нужен интерьерный свет», как правило, они задумывались над темой только той, какую люстру поставить в объект, какое право, соответственно, выбрать. Никаких данных о расчетах освещенности, о воздействии света на человека, в общем доступе было недостаточно. Сейчас на данном этапе такой тренд, как взаимодействие света естественного, который дает нам природа, и искусственного, этот тренд становится максимально популярным, и все больше дизайнеров как раз-таки с помощью светодиодных технологий могут реализовать эти идеи. На этом слайде как раз-таки видно то, что свет в определенное время суток имеет разные цветовые характеристики. Например, с утра он более натуральный, белый и комфортный для бодрствования и трудоспособности, для высокой травмо-работоспособности. Справа свет уже более теплый, время к закату, соответственно, нужно отдыхать и готовиться ко сну, то есть соответствие биоритм. И сейчас как раз-таки многие дизайнеры смотрят на свет именно с этой точки зрения, на то, чтобы создать комфортную атмосферу, не просто повесить бюстру либо какой-то светильник, а создать грамотную атмосферу с помощью света. Потому что с помощью света можно создать очень много разных сценариев благодаря как раз-таки развитию новых светодиодных технологий. Также это тот же интерьер, но при другом освещении. Посмотрите для того, чтобы понять. И следующий слайд как раз-таки говорит нам о том, что знания технических данных по освещенности, с помощью них вы сможете легко реализовать любую атмосферу в интерьере. Интегрируя туда какие-то светодиодные ленты, модули, подсветки, создавая идею света или ниоткуда, и в то же время добавлять уже светильники, люстры, торшеры и так далее уже в качестве арт-объектов либо коррекционного дизайна, о котором мы с вами чуть позже поговорим, потому что это повсеместный тренд о том, что свет уже не только свет, но и как объект коррекционного дизайна также может быть. Здесь, еще раз повторюсь, это градация температуры света, измеряется она в кельвинах, и, например, проектируя интерьер заказчика, вы можете разработать такую подсветку, как, например, скрытую подсветку за нишей какой-то, да, что в определенное время суток она может давать один эффект, в другое время суток другой эффект. Например, когда на улице зимой темно, мы очень часто пользуемся светом искусственным, но с помощью него мы можем воссоздать атмосферу естественного освещения. Здесь конкретно на этом слайде, уже на примере нашего партнера, бренда немецкого, производителя немецкого света, с которыми мы работаем, как нельзя кстати, иллюстрирует то, о чем я хотела сказать, что, например, в одном помещении вы можете, использовав один и тот же вид светильника, как видно здесь, да, но с разной цветовой температурой вы сможете воссоздать совершенно разные сценарии и атмосферу. В зоне, где нужно поработать, сфокусироваться на важных моментах, вы, соответственно, делаете более естественно, натурально, либо чуть холоднее оттенок света, а в зоне отдыха, там, где стоит диван, вы видите уже сразу теплая, уютная атмосфера. Вот, этот тренд, он был и ранее, но сейчас он приходит все более, проходит более активную популяризацию, и все больше человек начинает задумываться. И, в принципе, я как раз-таки рассказываю на опыте своих клиентов, все больше и больше людей задумываются о том, как бы расположить правильно оборудование световое и распределить световой сценарий. Вот, в принципе, на этом слайде, уже перейдем к следующему слайду, тоже с помощью светодиодных технологий воссоздана атмосфера естественного освещения. То есть справа можно, это пример итальянского бренда, тут светодиодная панель, которая максимально подходит по ощущениям и воссоздает цвет естественного солнечного неба и заряжает энергией. Представьте, в обычный хмурый день, если вы заходите в свою ванную и готовитесь к новому дню, вас встречает светодиодная панель, которая заряжает вас энергией и солнцем, хотя на улицах хмуро и серо. Что не скажешь о сегодняшнем дне, кстати. Слева у нас уже интерьер, тоже реализованный с помощью светодиодных технологий, там спрятанная светодиодная лента, модули и так далее, она обволакивает интерьер светом и создает единое пространство, уютное, теплое. И как раз таки, что является новым трендом в соответствии с новыми стилями модными, которые сейчас в интерьере у нас очень актуальны. Здесь тоже один из вариантов, в принципе, интеграции вечной системы, которые все никак, в принципе, у нас не уходят в виде стала почета. И очень много запросов происходит по факту того, что просят интегрировать светодиодные модовые ленты и сделать интересный акцент на стену. Это может быть помимо просто света еще и интересное дизайнерское решение. Это что касается в таком эко-министичном стиле слева, да, и справа вариант оформления, как раз таки я подобрала, очень мне нравится. Это натуральная, естественная, ровная стена и очень красиво на контрасте сыграна с тем, что оставили необработанные такие группы, немножко самопытные элементы фундамента, камни, и сквозь, вот на стыке как раз таки пробивается словно луч света, оживляющий и живой такой интересный поток света. В принципе, вот достаточно недорогостоящие, но очень крутое решение, которое вы можете применять в проектах своих будущих либо уже существующих, над которыми вы работаете. Дальше мы с вами уже переходим к более детальному рассмотрению именно светильников, как формообразующих, да, о том, какие именно модели, например, светильников мы дальше можем лицезреть в настоящих проектах как зарубежных, так и наших дизайнеров, и, соответственно, вдохновимся этим и рассмотрим примеры. Вот, одна из компаний в Канаде, очень знаковая, интересная, творческая команда канадская, создают вручную полностью светильники, очень, с 2010 года, надо отметить, они работают всего лишь, за этот небольшой период они классно зарекомендовали себя на рынке освещения, вот, создают очень креативные, необычные вещи, которые очень легко могут вписаться в стиль «Мягкий минимализм», который сейчас нет-нет, да и проскальзывает во многих интерьерных изданиях, как бы минимализм трансформировался в нечто такое нежное, обволакивающее и неброское, но в то же время уютное для жизни. То есть, вот, к стилю «Мягкий минимализм» идеально подойдут светильники этого канадского бренда, поэтому дальше я еще вам покажу обязательно примеры этой компании и расскажу немножко подробнее, что как они относятся к своим продуктам. Дальше это также в стиле «Мягкий минимализм» такие лаконичные, прямые, простые формы, которые просто декорированы источником света. Акценты идеальные, ничего лишнего, вот как я называю, что просто шикарно. Можно выбрать разные варианты цвета, разные варианты металла и, соответственно, реализовать любую интересную задумку, вот, вдохновляйтесь, имейте в виду. Дальше как раз-таки интерьеры, конкретно уже не просто светильники, а интерьеры с использованием таких вот современных форм, обычных стаканчиков, которые, в принципе, уже сейчас не новые, но в то же время они не сходят. Популярность у них не теряется, или даже больше могу сказать, что растет с каждым годом, и производители просто трансформируют и модифицируют какие-то либо цвета, либо немножко формы, там, например, кольцо какое-то другое добавят, фактуру. Но сама форма стаканчиков, она все-таки еще у нас популярна, и я вам даже чуть позже вернемся, покажу продукт российского дизайнера в коллаборации с известным брендом, в котором тоже используют похожие формы. Поэтому стаканчики никуда не ушли, они всегда в моде, обращайтесь, мы поможем. Немножко дальше я покажу вам еще светильники. Поэтому теме минимализма такого мягкого, как нельзя кстати, вот эти вот формы отвечают просто запросам для того, чтобы сделать качественный свет и не отвлекать, не давать никаких деталей своих для того, чтобы отвлечь клиента или посетителя этого интерьера. Все только в совокупности вместе. Здесь тоже видны стаканчики сверху, о том, что тут очень грамотно продуманное пространство и взаимодействие как раз-таки естественного и искусственного освещения. Ничего не отвлекает эти стаканчики, просто идеально пишутся в любой интерьер, и вы сможете проявить свою фантазию на сочетании цвета, как ведущие ораторы и выступающие нам рассказывали про тьмелый цвет, да? То есть вот такие светильники, как правило, будут мягким дополнением и просто светом, а все остальное вы всегда сможете сделать взрыв, оторваться и так далее. С помощью цветов, фактур, сочетания каких-то интересных форм показывает как раз-таки вот этот интересный интерьер. Но вернемся к тому, что изюминка моего выступления в чем заключалась, что новинки новинками, но, например, у меня есть такая книга, вот, так как свет мне интересен максимально, и тут собраны тысячи моделей, моделей знаковых светильников, и когда-то давно я наткнулась на информацию о том, что вот, новинка, светильники, трековые, но нужно понимать, что новинка – это все всегда хорошо забытое, старое, и мы с вами, я несколько примеров поступления с вами подготовила, чтобы мы понимали, что все, что сейчас в моде, когда-то было актуально и ранее. И вот как раз-таки на этом слайде я вам показываю разворот страницы книги, которая показала, что трековые светильники, стаканчики эпохи постмодернизма, и все это было еще больше, чем 50 лет назад, 60 почти. Вот, 63-64 года, посмотрите, стаканчики собственной персоны, и все эти новинки, которые пестрят из каждых углов, в принципе, новинки в плане технических характеристик, но визуально какие-то вдохновляющие формы, они все-таки уже когда-то были. Поэтому к тенденциям и к трендам нужно относиться немножко с осторожностью, то есть не идти на поводу моды и максимально угождать каким-то тренд-запросом или журналом, который диктует нам определенные виды интерьеров, а делать заказчику интерьер конкретным для него. Вот, и знать, что то, что сейчас новинка, не значит, что это новинка, и всегда это можно как-то трансформировать, интересно. Вот здесь конкретно новинки светильников этого года, немецких брендов. Слева модная латунь с черным, она все-таки никуда не уходит. Снизу слева появились интересные модели у немцев. Трековое освещение можно сделать теперь из стаканчиков, которые выполнены из стекла, из ткани, всевозможные системы из металла, то есть и цвета совершенно огромные, то есть настоящие просторные фантазии. Вот, справа видно, что это рифленое стекло, очень интересное, молочное, тоже нестандартный вариант для освещения всевозможных зон. Что важно отметить в этих светильниках, что важно для меня, мне кажется. Многие должны понимать, что есть такие технические параметры, как угол рассеивания, да. И, например, вы понимаете, что если стаканчик ваш металлический, да, вот как сверху слева, то угол у него будет небольшой, и, скорее всего, у производителя он, во-первых, указан. А если же вы хотите сделать общее освещение, да, с помощью треков, у вас, скорее всего, это не получится, потому что треки были изначально созданы для того, чтобы делать акцент на определенных местах. Вот, но благодаря тому, что технологии развиваются, мы не стоим на месте, у нас появились трековые светильники с, например, вот стеклянными белыми стаканчиками, как справа, снизу. Они идеальными, являются идеальными рассеивателями и получить общий рассеянный свет куда легче с помощью них, нежели простых металлических стаканчиков. Вот, эти технические моменты мы сможем с вами всегда обсудить с помощью уже наших специалистов непосредственно на каждом объекте. Но обращайте внимание, что каждый светильник светит по-разному. И сейчас у каждого уважающего на себя производителя света есть достаточная информация, которую потребуется изучить для того, чтобы не совершить в будущем ошибок. Здесь тоже такие лаконичные, в минималистичном стиле, в стиле мягкий минимализм, светильники итальянского бренда, что важно, что очень высокая цена, комфортная, причем лампочка идет в комплекте, они бывают и в цвете латунь, и черные, и белые. Любой простор для фантазии. Мы, кстати, даже в офисах заказали. Кто хочет посмотреть живьем у нас, пощупать можно всегда, мы вас ждем. И справа светильник у нас в форме шара, которая тоже всегда популярная форма, никуда не, никогда, как классика, как черное платье для девушки, никогда не уходит на нет. У нас, в принципе, недавно дизайнер Любовь Якович, она оформила интерьер кафе на Патриарших прудах с помощью этих светильников. Очень классно получилось. Можете тоже всегда лично сходить, посмотреть, как это все выглядит, и использовать тоже в своих проектах, потому что всегда клиенту нагляднее понятно, потому что они в этом не работают, и им все нужно объяснять на пальцах. Лучше провести, например, встречу в кафе, где висят конкретные светильники, и уже обратить на них внимание и утвердить свой проект. Вот, поэтому трековые системы, накладные светильники, они максимально производительнее стоят на месте, развиваются, трековые системы сейчас вообще просто максимальная популярность пользуются. Там можно накрепить как подвесные светильники, как светильники разной формы. То есть это при проектировании можно будет тоже все учитывать и все это сделать в качестве классного интерьера. Вот, тоже в стиле мягкий минимализм, светильники, казалось бы, ничего лишнего, ничего сложного, но в то же время идеально и аккуратно выглядит. То есть интерьер, не отвлекающий меня от чего, созданный специально для самого взыскательного клиента вашего. Вот, в принципе, латунь, вот эти вот источники освещения, все в тренде. Следующий тренд, о котором я, в принципе, тоже говорила на экспострою, он никуда не уходит, он только набирает обороты. Это когда один источник освещения имеет несколько функций. Например, помимо декорирования, он может быть полочкой, может быть светильником, может быть торшером, кстати, который мы будем разыгрывать у нас в соцсетях. Это очень важно, что покупая одну вещь, вы можете ее как-то трансформировать. Здесь очень удобный светильник, который всегда можно закрыть, например, и он будет как неким элементом дизайна, так и светильником. Очень важно понимать, что для тех, у кого с двух сторон от кровати находятся такие светильники, кто-то, например, спит, он закрыл, а тот, кто не спит, соответственно, со своей стороны освещает себе зону чтения или отдыха, в котором он находится. Очень важно, что это еще красиво, очень выглядит, лаконично и классно интегрируется в интерьер. Светильник настольный бренда испанского мантра, тоже очень в стиле нового времени, который очень популярный, то есть выглядит как арт-объект, но в то же время и освещает вам рабочую зону. Присмотритесь, может быть, классным подарком к Новому году, например. И это тоже светильники испанского бренда мантра. Видите, что тут есть даже выход для USB. Вот он бывает в белом и в черном цвете. Многофункциональность на пике моды. Светильник, который дает очень мягкий, расслабляющий, наполняющий свет. И зарядка для телефона. По-моему, просто идеальный вариант для прикроватного столика, либо для рабочей зоны. Положить телефон на зарядку без каких-либо дополнительных проводов и работать, соответственно, освещая себе пространство, которое достаточно для работы. Это светильник испанского бренда GROC. Очень интересный. То, что сейчас люди ценят, помимо много функциональности, еще и комфортное, например, передвижение. То, что его можно взять и передвинуть на любое место, независимо от, есть у вас там розетка или нет, мобильность. Соответственно, он работает от аккумулятора, он бывает в нескольких цветах. И это тоже в духе времени, что настольная лампа в формах, в принципе, как раз-таки интересных и трендовых. Но в то же время новые технологии нам дают возможность взять его, перенести в любое место, осветить любую зону. И помимо красоты, его еще и удобно передвигать по квартире и не думать о том, какая же у вас там будет. Есть у вас розетка, есть у вас удлинители. И для дизайнеров, и эстетов, для тех, кому дом важен, не нужны дополнительные розетки. Я думаю, вы не понимаете. И никакие дополнительные провода, чтобы торчали, это никого не порадует. Поэтому светильники такого плана очень интересные. Вот. Тоже хит-продаж. К сожалению, у нас даже на складе закончился. И на складе в Швеции. Но я все-таки решила показать, потому что в январе планируется новая партия. И это шведский бренд Mark Sloid у нас тоже представлен. Здесь зарядка для телефона, как вы видите, столик и торшер. То есть три в одном. Очень классно можно подсветить зону отдыха, зону рабочую, чтение. Дает просто направленный свет конкретный. Можно подзарядить телефон, поставить стакан воды, блокнот положить и так далее. Ну и еще отлично соответствует новым веяниям по форме и дизайну. Будет выглядеть очень классно. Вот. И тут как раз-таки светильники, о которых я уже говорила, напольные. Ой, настольные. Они в белом и черном цвете. И также справа как раз-таки вот эти вот кольца, которые тоже никуда не уходят, только набирают обороты просто в новых вариациях. Белые, черные, золотые, медные и так далее. С дополнительными какими-то источниками, несколько рядов и так далее. Поэтому я решила все-таки их тоже оставить с прошлого своего выступления. Вот светильник, о котором я говорила, о том, что в принципе латунь, лаконичная форма и ничего сложного. Это продукт компании «Центр свет» и Дмитрия Логинова, дизайнера всем известного, выпустили многофункциональную модульную систему, которая может быть любой формы. Она может быть потолочной, подвесной и так далее. Тоже интересный вариант решения, доступный многим. В принципе, простор для фантазии. То есть вы сможете реализовать любую идею под свой проект. Там возможны и треки, и подвесные, накладные и так далее. В общем, почему я решила его тоже отметить? Потому что очень важно поддерживать российских производителей. У нас их не так много на самом деле, дизайнеров, которые работают в области освещения. Но важно знать своих лицов. Это светильник мантры испанского бренда, который я оформила тоже в презентацию. Мне очень напоминают какие-то растительные элементы, сушеные, сирене, либо какие-то соцветия. Очень лаконично, интересно и красиво, может быть, дополнить ваш интерьер. Поэтому обращайте тоже внимание. Все в духе современных тенденций и новинок. С мягкого минимализма, со стиля мягкий минимализм, мы потихонечку пошли в стиль, который сейчас тоже, в принципе, последний год на слуху многих. Мемфис его называют. Я когда-то там задолго начала думать о том, что это просто стиль какой-то провокации. Я называла его так. Прокурсионный стиль, игривый, яркий, неординарный. Ну, кто как называет. У нас по факту сейчас с вами, мы не теоретики, мы смотрим на то, какие модели светильников у нас популярны. И французский бренд Petit Friture, очень известный, у них есть известная модель шляпа, которую я вам позже покажу, выпустила вот эту коллекцию интересную. Почему я решила добавить в слайд этот, этот слайд в презентацию? Потому что он в духе как раз-таки современных тенденций в плане вот этих вот бензиновых цветов, переливов, спектра, спектра света. То есть они как раз-таки создают сами даже промо-акции рекламной кампании в духе времени. То есть мода из фэшн потихонечку перешла в интерьер. То есть когда-то было модно ходить в таких бензиновых куртках, рюкзаках, туфлях, а теперь сейчас у нас уже и плитки с переливами и светильники. И, кстати, они делают очень интересный вариант, обновленный, у них тоже чуть позже покажу, про переливы. Интересный цвет. Здесь форма как раз-таки тоже вот к стилю игривости Мэнфиса, яркости, неординарности. Тут очень интересные проекты, яркие, которые тоже на пике моды. И здесь конкретно, например, слева представлен винтажный светильник в интерьере квартиры, которая реализована в Нью-Йорке известным дизайнером. То есть здесь уже свет вы видите как арт-объект. Скорее всего, освещение в квартире реализовано с помощью встраиваемых светильников либо какого-то светодиодного освещения, которое особо не видно. Но свет помимо просто освещения приобретает функцию декорирования. Вот здесь, например, этот светильник подсвечивают зону дивана. Тут, например, можно почитать, поработать, сфокусироваться на каком-то важном деле. Но основная, конечно, функция – это дополнить шикарный интерьер дизайнера, я думаю. Вот. И также справа всем, казалось бы, тоже интересный интерьер, всем известные арки, свисающие элементы. Но как все в комплексе грамотно оформлено. Понимаю, что не у всех заказчики настолько смелые, но к тому, что это в моде, там, за рубежом, например, что рано или поздно какие-то элементы могут войти и в интерьер ваших заказчиков, ваших клиентов. Например, те же самые арки. Не обязательно реализовывать все принты, которые представлены на этой презентации, да. Но, например, арки с полосками, их легко можно реализовать. Либо полосатый потолок, и локаличные стены. Все. Интерьер решен, и обычные белые светильники прекрасно его дополнят. Вот. Что касается стиля Memphis, вот как раз-таки примеры. И здесь винтажная лампа в стиле Memphis. Я вам сейчас покажу, сделаю заплатку. Сейчас. Она отлично пишется в любой интерьер. И, соответственно, будет являться объектом коллекционного дизайна. Для ваших клиентов не просто как украшение будет сидеть. Покажу вам, наверное, позже, либо кто придет ко мне в офис, я обязательно покажу вам в этой книжке. У них в коллекции есть еще торшер. В период Memphis, в период создания группировки Memphis очень популярностью пользовались такие интересные принты. И что важно, этот светильник, он винтажный, например, но он совершенно не выглядит старым, либо немодным. Он максимально в духе времени. Он максимально соответствует современным тенденциям и отлично впишется в любой современный интерьер. Например, для сравнения, вот это уже светильники современные. И я думаю, у кого-то спросить, как вам кажется, сколько лет лампе, никто не скажет, что этой лампе настольный 60 лет. Я, кстати, вам позже покажу, как ее в интерьер интегрировали. Нашла один интерьер с этой лампой. Вот, и здесь уже современные светильники в стиле Memphis, которые уже можно новоделом считать и реализовывать. Здесь тоже справа светильники новые, совершенно вот в ближайшее время изготовленный, а слева светильник, который 60 лет назад пользовался популярностью. Это Росотас создал этот светильник. Сейчас он стоит в районе 100 тысяч. Просто настольная лампа как предмет вожделения коллекционного дизайна. То есть, в принципе, можно миксовать, можно интегрировать. И сейчас совсем не тяжело определить, что является новинкой, а что уже когда-то имело свою популярность. Либо появилась какая-то новая волна популярности у этих светильников. На этом слайде новинка испанского бренда Mantra. На стенопотолочные модульные светильники называется коллаж. Их можно между собой миксовать, создавать всевозможные композиции. Например, на следующем слайде видно. Можно реализовать совершенно шикарные идеи. Допустим, если у вас обычная лаконичная стена, то можно выделить ее с помощью классного настенного решения. Их можно и на потолок, и на стену монтировать. И они дают очень интересный эффект муара при освещении. То есть, такая рябь небольшая, для тех, кто не знает, можно очень интересную атмосферу создать в интерьере с помощью этих светильников. Дальше возвращаемся опять к бренду Lambert и сыновья. Когда-то в начале я показывала вам про мягкий минимализм, про светильники канадского бренда. Это они же. Они производят эти светильники. И про эту коллекцию они пишут о том, что освещение, которое создают зрелища, становится памятником. То есть, они максимально претендуют на то, что то, что они реализуют, и то, что они воссоздают, является памятником, ну, то есть, объектом вожделения. Соответственно, очень интересные, многослойные цветные панели, стеклянные, да, выполнены в форме очень лаконичной. И сейчас, ну, она, я думаю, что очень часто можно встретить такого рода форму. Она активно, можно создать композицию всевозможных подвесов, сочетать по цвету, либо единичные какие-то варианты подвесить. Но важно что? Что они делают все полностью вручную, выбирают максимально натуральные материалы. И, соответственно, даже повесив этот один светильник, вы поймете, что там, ого-го, сколько килограмм стекла, и это не просто визуальная картинка, а настоящий памятник, как они говорят про эту коллекцию. Здесь у меня слайд тоже по поводу еще цвета в интерьере стекла. И вот я тут два варианта подобрала в стиле понтон. По версии понтона институт цвета, цвета года, это желтый и серый. Решила регистрировать именно этими цветами светильники чешского бренда Брокис. Достаточно небюджетные по цене, но я расскажу, почему. Помимо того, что сейчас всех интересуют тренды, будущее, там, медицина и так далее, многих уже давно интересует тема экологии, осознанного потребления, переработки мусора и всего возможного, что сейчас возможно переработать. И подходя к этой теме, что тренд никуда не уходит, он точно так же набирает обороты, и что, например, подбирая светильники для своих проектов, обращайте внимание на то, где и у кого вы покупаете. То есть нужно думать об экологии в том числе. Брокис на протяжении долгих уже лет работают на рынке интерьерного света и зарекомендовали как себя высокие профессионалы и изготавливающие свет высочайшего качества. Что касается того, что по их параметрам не подходит под их восприятие хорошего качества, оставалось у них на складах. Соответственно, не проходила проверку и оставалось мертвым грузом. И, например, до клиента доходили только идеальные светильники, которые они производили. Все остальное складировалось, складировалось до определенного момента X. Этот момент X настал, и у них появилось новое направление прокис-влаз. Как раз таки это стекло, созданное, оно набитое на кусочки как раз таки тех светильников, которые не прошли четкий отбор, не прошли все этапы контроля для того, чтобы быть отгруженными клиенту. И, соответственно, разумное потребление в деле, они ничего не утилизируют, соответственно, реализовали идею и создают теперь... Так, пока еще дальше немножко будет у меня слайд. Создают теперь стекло из этих элементов светильников. По-моему, очень классная идея. Света есть у них совершенно разные. И когда вы, например, клиенту рассказываете о том, что у вас светильник из эмоционного стекла прокис-влаз, который, в принципе, сохраняет нам с вами жизнь, природу и так далее, что мы помогаем не только украшаем свой интерьер, но и, например, светильники не лежат на складе, и их очень интересно утилизировали и создали интересное стекло. Вот так это выглядит. И дальше к вопросу я еще позже вернусь. И тут вот как раз-таки вариант цветного стекла. Я думаю, все следят тоже за новинками, подписаны на многих интерьерных дизайнерах. Я все-таки решила выделить в этом слайде и в своей презентации имя дизайнера Нади Зотовой. Все, думаю, знают ее, потому что она давно работает в интерьерном сегменте, достаточно хорошо себя зарекомендовала как профессионал с высоким именем. И не так давно был анонс о том, что у нее появились в коллекции светильники из цветного стекла. И, соответственно, я могу сказать, что идея, по сути, тоже не нова. Такое уже мы где-то похожее, может быть, видели, проскальзывали, но реализация все-таки, она немножко отличается от того, что было до этого варианта. Ну, и важно, почему я поддерживаю то, что российские производители, российские дизайнеры выходят на рынок и дают нам, соответственно, продукты, которые мы можем с вами реализовывать в проектах, поддерживать своих производителей. Вот, очень интересный эффект стекла и наложение, сочетание нескольких цветов, акварельных переливов, по-моему, будет отличным акцентом для стиля в мягком анимализме или Мэнфис, очень интересные, яркие пятна. Вот, а это, на самом деле, светильник уже тоже совсем не новый. Это итальянский бренд Italamp, очень давно с ними работали и решила его, соответственно, проиллюстрировать. Во-первых, он в цветах 2021 года, желто-серый, это во-первых. Во-вторых, он из цветного стекла. И, в-третьих, он как раз-таки по форме, очень лаконичный, аккуратный, ничего лишнего. Есть он в потолочном варианте, есть в подвесном, но это уже у нас премиум сегмент, поэтому нужно иметь в виду, когда вы предлагаете клиенту. Я на многих своих слайдах подписывала цены, чтобы вы понимали, если что-то вам в проекте будет уже нужно, мы всегда сможем вам помочь. Пожалуйста, просто сохраняйте себе, фотографируйте слайды, и чтобы потом нам было легче понять, о чем речь. Вот как раз-таки брокис глаз, это стекло, они выдают уже такие итоговые плитки, если кто-то хочет отдельно купить, либо столешницы можно изготовить из них. Очень интересные цветовые сочетания, и эффекты создают размытые, эффект рацию, какой-то рябь на воде. В общем, в принципе, можно купить столешницу для своего столика, и, мне кажется, залипнуть на том, чтобы смотреть, как интересно, наверное, играют на солнце все эти переливы. Вот, они изготавливают из этого стекла даже новогодние игрушки, посуду, и это очень важно, что они думают о том, чтобы не оставлять после себя ничего, что может просто лежать. Вот. Что по поводу экологии, очень важно тоже отметить, то, что помимо того, что когда вы выбираете поставщика, имейте в виду, что многие, допустим, китайские, я не хочу обидеть там, китайских производителей, но если не качественные светильники, они максимально не экологичны, они упакованы в упаковку, которая там не разлагается и так далее, да, это тоже важно, и они укомплектованы техническими какими-то элементами, которые невозможно утилизировать, либо невозможно правильно утилизировать, либо несут не только там, не то, что неполезно, они еще и вредны. Поэтому имейте в виду, когда вы выбираете поставщика качественную и рассматриваете его со стороны не только красоты, но и пользы. Вот. Как раз-таки к вопросу французского бренда Petite Future, очень известная модель, но вот я весной показывала ее на выступлении о том, что она в модном цвете. Поэтому я решила ее добавить в наш слайд, потому что она имеет определенные переливы, которые нестандартны для как раз-таки этой модели. В принципе, изначально у них был черный цвет, который у всех можно увидеть в проектах, но сейчас у них такое разнообразие этих светильников, они в духе времени готовы всегда реализовать любую задумку. у них есть и розовые, и голубые, и всевозможные разные цвета. Вот. А теперь перейдем немножко к интерьерам. Уже не стиль игривый Мемфис или мягкий минимализм, а перейдем к стилю такому немножко богемному, люксовому и интересному, уютному, в том числе, что люди уже не гонятся, нет такой кичеватости во многом, да. Например, создают приятные обволакивающие интерьеры, которые наполняют коллекционным дизайном, как я уже говорила. Вот как раз-таки на картинке справа видно настольную лампу, винтажную, которой уже много лет, соответственно, и я думаю, что стулья, вполне возможно, тоже винтажные, а все остальное уже духи времени, современности, но ничего не выглядит инородно и создано достаточно интересно и в духе современных тенденций развития интерьерного рынка. Вот справа очень интересный акцент на картину и светильник, который не отвлекает, но очень грамотно дополняет своей мягкой формой, лаконичностью весь этот интерьер, который сверху донизу очень такой мягкий, нежный, натуральный. Вот, поэтому свет тут не отвлекает, а только украшает и дополняет. Этим слайдом я хотела как раз таки рассказать о том, что помимо современного стиля богемного, какого-то интересного, да, полностью выполнен в духе минимализма даже, легко дополнен винтажным светильником в духе трендового варианта, да, спутником, который и в советское время производился у нас, и в Европе производился, их большое множество, и у всех производителей они немножко разного вида, но это в духе современных тенденций, то есть добавить в современный интерьер винтажный светильник. Например, в советское время у всех были люстры, одуванчики, сейчас каждая винтажная лавка, я думаю, считает своим долгом ассортименте иметь светильник в виде одуванчика, спутника и так далее. В общем, это тренд, который тоже можно реализовывать. Посмотрите на работу дизайнера, очень грамотно подобрано сочетание вот дверь и светильник, причем еще очень классный ракурс подобран, что прям вот хочется находиться и получать удовольствие от такого интерьера. То есть сочетаются черные, ладун, золотые и белые элементы, ничего лишнего. Вот, что касается светильников. Здесь, например, если бы я реально сейчас с вами вживую находилась, я бы задала вам загадку, спросила бы у вас, как вы думаете, справа или слева светильник современный и где светильник, которому уже 50 лет. Джо Бонти уже больше 50 лет назад создал светильники настенные в духе времени современном и в принципе они, я могу их легко представить в интерьере известного дизайнера, например, Кэлли Кэлли Вестлер вполне в ее духе. Но этим светильникам уже очень много лет, но они отличают всем нашим новым мнением. А светильник справа это Глобан шведская компания, которая уже современные светильники проектирует и производит. Тоже очень интересная, необычная и лаконичная, никаких страз, колпачков, розового и так далее. Здесь слайд как раз-таки стиль такой богемный, почему я решила, что в прямом смысле такой стиль скорее всего не могу сказать, что у нас на российском рынке очень популярен, но я решила его внести в презентацию как элемент того, что людям важно сделать качественный интерьер и наполнить его деталями, которые они привезли из путешествий, неважно, есть у них сейчас возможность или нет, но они много ранее их привозили, либо кто-то им что-то подарил, приятные душе элементы интерьера, которые всегда нам о хорошем напоминают. То есть стулья они могут купить на винтажном онлайн-маркете, например. Светильники достаточно бюджетные, они очень бюджетные, но можно реализовать интересную идею. И то есть ремонт это не значит дорого. То есть я хотела как раз-таки показать тем, что элементы можно наполнить совершенно разными и добавить характер в ваш интерьер, интерьер ваших клиентов. о котором вы будете это все рассказывать. Светильники это не значит дорого и можно из натуральных материалов, например, у нас еще пока в тренде ротанг, соломка и так далее, тоже можно дополнить, обуютить ваш интерьер и интерьер ваших заказчиков. Вопрос экологичности натуральных материалов. это тоже французский бренд производят светильники из переработанной бумаги. Тоже очень важно для тех, кто ценит то, в чем он живет, как он живет. Для тех, кто осознанно подходит к выбору и хочется отметить, что рынок интерьерного сегмента настолько огромный, что в час, конечно же, нам не уложить все выступления, и я не смогу вам показать все, хотя хотела бы, потому что тема вообще нескончаемая, интересная, и мне самой максимально интересно во всем этом копаться и делиться. Но хотелось сделать акцент на том, что сейчас, из-за того, что рынок очень большой, найдется для каждого взыскательного клиента светильник идеальный. Просто нужно искать и не всегда смотреть на всем известных порталах, например, смотреть у стандартных дизайнеров. Нужно копать больше, например, заходить на австралийские порталы, заходить на скандинавские какие-то порталы, да, интерьерные, и смотреть там, соответственно, переводчик сейчас работает, вдохновляться там, и можно реализовать, просто найти конкретный светильник, а под заказ мы можем привезти любой светильник. Вот, и, соответственно, пробовать это реализовать для любого взыскательного клиента. Если у вас клиент только за натуральное, то вот, например, светильники из переработанного, переработанного бумаги с удовольствием, я думаю, удовлетворят вашего клиента. Здесь как раз-таки к вопросу о переработке. Слева работа стилиста из Австралии, как раз-таки какие-то элементы света могут быть вообще рукотворные с помощью ваших рук, с помощью ваших рук либо рук ваших клиентов. Вы можете реализовать интересную идею. И еще раз повторюсь, светильник, это не значит, что дорого, но можно еще и сохранить нашу планету. Вот, что касается натуральных материалов, еще важно как раз-таки дерево, как нельзя кстати, но максимально соответствует темам экологии и по форме конкретно здесь. Мы привыкли видеть дерево каким-то тяжелым, необычным. Тут есть неопределенная тяжесть, но в то же время сама композиция в духе современных тенденций очень интересный каскад из светильников. Сами источники освещения, лампочки круглые. Важно понимать, что лампочки тоже имеют очень большое значение и над этим тоже нужно немножко работать и больше, чем положено. И тут с умом подобраны и лампочки, и длина подвесов грамотно настроена, поэтому светильник выглядит очень современно, экологично и 100% он дает хороший свет для интерьера. Вот еще раз возвращаемся к светильникам Ламберты из Сыновья команда, компания изготавливает светильники в стиле мягкий минимализм как раз таки о том, что из этих светильников можно создавать всевозможные интерьерные композиции, например. Так, я смотрю на время немножко у нас уже время поджимает, я постараюсь немножко быстрее говорить, чтобы успеть рассказать все, о чем я планировала. Светильники уже современные, но хочу вам показать, это тоже современные светильники, а это светильники винтажные, им тоже порядка 50, нет, вот светильник слева, он вообще 1903 года, ему уже больше 100 лет, поэтому, например, он столько стоит, но в то же время вернемся к тому, что похожие формы плафонов сейчас можно встретить совершенно везде. Светильники, неважно, винтаж это или нет, вот светильники с 50-летней историей, сейчас очень популярный тренд, такой немного пещерный, аутентичный, рукотворный, и стиль такой хендмейт, очень популярный в элементах интерьера, настольных лампах и торшерах, вот посмотрите, 50 лет назад это было популярно, и сейчас современные светильники, это Порто Романо, например, английский бренд, очень все лаконично, интересно, передается тепло, тепло художника, тепло того, кто это делал, и ваш интерьер, соответственно, наполняется такими душевными элементами, но в то же время, вот в духе сейчас современных тенденций. Тоже для сравнения светильник, который был популярен больше, чем 50 лет назад, это бренд Фонтана Арте, называется Регина, форма тотемов, она была и тогда популярной, сейчас у нас новая волна тотемов, но в виде, например, уже алебастра, это американская мастерская, вручную полностью производят светильники, вот конкретно этот светильник выполнен из алебастра, и стоит он в основном, но показать вам не стоит, потому что это как не светильник уже, а как элемент дизайна и поклонения тотем. Я специально перевела это в рубли, чтобы вы понимали, что это 3 миллиона рублей для тех, кто ценит и у кого есть возможность оценить это. Вот, интересный вариант, то, что аналогия происходит с тем, что было когда-то и сейчас, то есть все, что в моде уже когда-то у нас было. Вот, и еще совершенно тотемы, соответственно, слева посмотрите, очень много вариантов, как будто бы бусин нанизанных сейчас прослеживается у многих производителей и европейских, и китайских, можно много вдохновляться нанизанными элементами и грамотно это все интегрировать в свой проект, дизайн-проект для своих клиентов. Вот, в целом, с визуальной частью я закончила, постаралась вам кратко, наверное, рассказать о том, какие формы популярны сейчас, какие материалы, цвета в то же время. Соответственно, но я не затронула тему именно подачи, например, работы дизайнера и светотехника. Еще несколько лет назад, например, многие вообще не знали о такой профессии, как светодизайнер. Сейчас у нас в компании есть возможность сделать, например, цветотехнический расчет, освещенности, если для этого, если в этом есть необходимость. Например, у общественных пространств это входит в определенный регламент, потому что соответствие определенные световые характеристики должны быть соответствовать стандартам. Вот, для жилых интерьеров это не особо нужно, но все-таки вы должны быть в курсе тенденции о том, что сейчас, например, подача света в проекте не ограничивается просто планом электрики и расстановки светильников, как это было раньше. То есть вы должны мыслить масштабно в рамках как раз-таки этой интерьерной недели. Вы здорово просвещаетесь, много всего узнаете и имейте в виду, что, например, помимо просто обычного плана светильников, вы можете сделать такую интересную подачу для клиента, чтобы он понимал, потому что клиентам нужно все на пальцах объяснять, что не просто 3D-визуализация сейчас важна, а важны вот именно технические параметры. Соответственно, есть даже вариант у нас реализации сделать 3D-видео с сценариями освещения. Допустим, если включить все светильники, как это будет на 3D-виде. Если включить только настольную лампу, если включить только подсветку кухни, то есть какая интимная обстановка создается. В общем, это все важно. Важно заниматься светом на этапе на начальном, не так, как это было принято раньше в конце, просто вывод посередине люстра, и, соответственно, пришли, выбрали люстру, повесили и забыли. Сейчас о свете нужно думать на этапе проектирования, соответственно, закладывать все необходимые мощности, делать все необходимые выводы и реализовывать всевозможные сценарии. То есть люстра на потолке уже прошлый век, поэтому вам нужно все характеристики грамотно изучить. Можно как минимум, если у вас или у клиента нет бюджета на то, чтобы взять в команду светотехника, да, или инженера для расчетов, можно просто брать консультации разовые, которые закроют какие-то основные ваши вопросы и, соответственно, потом уже с клиентом вместе реализовывать задуманные сценарии, потому что у всех сейчас светильников очень много технических характеристик, и просто выбирать по визуальной составляющей это ошибочно. Вот, кстати, немножко дальше я вам покажу ссылку QR-код, по которому вы сможете пройти и, соответственно, зарегистрироваться у нас, и тогда мы с вами мы можем вам выслать информацию о технических данных по светильникам, которые вы сможете изучить на первом этапе, но этого, конечно, тоже не будет достаточно, но для того, чтобы понимать, о чем вообще сейчас речь в техническом освещении, вы, соответственно, сможете получить эти данные у нас, и чтобы не совершить ошибок в будущем, как, например, там, не знаю, расположить светильник правильно в санузле, чтобы он не отбрасывал тени, с утра вы выглядели шикарно, а не с мешками под глазами, потому что все вот эти моменты о том, как падает световой пучок, это все нужно оставить на плечи профессионалов, которые смогут вас качественно проконсультировать в технических моментах, то есть вам важно понимать, например, если вы комплектуете свой объект стройками непонятного качества, да, то вы не должны ждать максимального эффекта, они либо могут не соответствовать заявленным мощностям, то есть они там показаны 7 ватт, а светят на 3, и вы понимаете, что вечером у вас голова болит, а почему? А потому что вы светильники встроены, 500 рублей поставили, то есть это то, на чем не нужно экономить, и нужно об этом думать на начальном этапе, и мы готовы будем с радостью с вами поделиться. Я работаю в компании, которая занимается комплектацией, консультацией по свету, ну и у нас еще есть дополнительный интернет-магазин, в котором, вот как он выглядит, у нас сейчас на сайте можете посмотреть, в котором можно посмотреть не только свет, но и декор, ковры, немножко интересных идей для подарков для ваших родных и близких, и мы будем рады, если вы, соответственно, посетите наш магазин, онлайн, и что-то там купите, например, но есть такой момент, что специально для вас, как для дизайнеров, у вас есть возможность получить дополнительную скидку, о которой еще чуть позже расскажу. Сейчас конкретно про комплектацию объектов, и здесь на слайде видно, я проиллюстрировала проект дизайнера Екатерины Чистовой, с которым мы уже, наверное, со дня основания работаем, очень горды тем, что она выбирает нас для своих проектов, очень дорожим сотрудничеством, и очень приятно, когда проекты дизайнеров, с которыми мы работаем, публикуют в таких интересных и важных, знаковых интерьерных журналах, как, например, АД. Проект этой квартиры дизайнера Екатерины Чистовой был публикован даже на обложке журнала АД. Весь технический свет на этом объекте, плюс свет в ванной и спальне был укомплектован в нашей компании. Вот, благодарим Екатерину за то, что она нас выбрала не на один проект, и, соответственно, вас тоже приглашаем стать частью такой красоты, потому что нам не все равно, с кем работать, нам не все равно, кому предлагается наш свет, и нам очень приятно, мы разделяем радость от публикаций с дизайнерами, с стилистами, с фотографами, которые работают над этим проектом, мы максимально разделяем с вами эти минуты счастья публикации. Вот, здесь у нас уже проект очень яркий и необычный дизайнер Светланы Хадеевой, она тоже у нас, соответственно, покупала не на один проект светильники и комплектовала, соответственно, опубликован он на сайте Эль Декорейшн, что тоже очень важно. Достаточно комфортный по цене светильники, выглядит очень эффектно, и трендово. Здесь очень классный проект дизайнера Марины Новиковой, выполнен, по-моему, уже не в этом году, но в духе времени, и что важно отметить, высокий профессионализм дизайнера, когда светильник, например, секретные данные, светильник слева стоит 3,5 тысячи, но никто не скажет, сколько он стоит, то есть в этом заключается профессионализм светильника, дизайнера, когда он интегрирует комфортные по цене вещи и что-то там дорогостоящие, просто важно это все грамотно просчитать и продумать. Мы гордимся тем, что у нас есть такие дизайнеры, приглашаем вас с удовольствием к сотрудничеству, мы находимся в Москве, но это совсем не значит, что дизайнеры из регионов с нами не работают, мы работаем со всеми, есть наши светильники, светодиодная лента отправлялись даже в Южно-Сахалинск, в Прагу и в любую точку планеты мы сможем отправить, поэтому будем рады, особенно рады, если дизайнеры из других регионов будут к нам обращаться, у нас есть всегда менеджер по работе с дизайнерами, получается, по работе с дизайнерами у нас есть возможность дать вам доступ на онлайн-каталоги либо оказывать максимально полную консультацию для того, чтобы конфликтовывать ваши проекты. Так, секундочку, получается, что тут у меня в этой презентации ссылка на сайт сейчас указана, я думаю, сейчас мы вышли всем желающим анкету для заполнения, для тех, кто хочет работать с нами, сотрудничать, мы внесем вас в свою базу, вам будет доступна скидка для заказов в интернет-магазине и для комплектации объектов света. И, соответственно, вышлем вам WhatsApp, кстати, на сайте Russian Interior Week есть наши контактные данные, там вы можете прямо просто на WhatsApp написать плюсик, и мы вам с вами свяжемся, и все, вышлем вам в полной мере, в полной мере, что обещали. Например, такие параметры, как технические характеристики по свету мы можем выслать, электронные каталоги, и для всех, кто хочет получить доступ на все это, пожалуйста, пишите нам по контактным данным, мы всем все вышли, мы будем с удовольствием сотрудничать, и на следующих своих выступлениях я буду показывать ваши работы, инвестрируя как раз-таки наше плодотворное сотрудничество. Вот, и подходим к тому, что я обещала рассказать о том, что мы разыгрываем в рамках Russian Interior Week торшер, он, кстати, у меня тут стоит, я вам его не доказала, конечно. Более подробно его можно у нас в офисе будет посмотреть, и его можно получить всего лишь опубликовав у себя в сторис отметку на нас и выбрать несколько товаров, и мы на следующей неделе выберем победителя. Это, скорее всего, будет рандомный выбор, но для всех участников будет повышенная персональная скидка и подарок наша фирменная сумка с нашим логотипом, очень удобная для того, чтобы ездить на выезды с клиентами на встречи и проводить, брать с собой ноутбук, каталоги и так далее. Вот, поэтому проходите в наш инстаграм, обязательно участвуйте, упоминайте нас, и если вам понравилось, буду очень признательна отзывом, можете писать мне личные сообщения, просто вам виднее в инстаграме это я, а вам виднее ру, это наш рабочий аккаунт. Вот, максимально стараемся быть в духе времени, в духе трендов, интерьерного света, и стараемся сделать свою работу хорошо, и приглашаем вас к сотрудничеству, в принципе, еще готовы ответить на всевозможные вопросы, если у вас они есть. Вот, Светлана, спасибо большое, что дали нам возможность стать частью такого знакового события, и выступить на одной онлайн-арене, так сказать, с такими крутыми дизайнерами и спикерами. Очень приятно. Спасибо вам, Марина, на самом деле, слушать вас одно удовольствие, и настолько было много желающих вас послушать, нас даже тут не выдержала платформа в какой-то момент, но у вас все было хорошо, вы прекрасны, и все было замечательно. Пока мы... Вопросов очень много, и давайте я начну вам их задавать. У нас есть 10 минут на вопросы-ответы. Самый главный вопрос, который интересует наших коллег, это, конечно, все те светильники, которые вы показывали в своей презентации по трендам, можно ли заказать через вас, или... Потому что уже люди зашли на ваш сайт, изучили уже все каталоги, не нашли то, что вы показывали. Вот, так что расскажите, пожалуйста, вот эти вот бренды, как работать с ними, если захочется. Да, я сказала, что это наш онлайн-магазин, и, в принципе, там не весь ассортимент, который доступен нам и нашим клиентам. У нас очень много каталогов, пользуясь случаем, приглашаю дизайнеров, если им удобно, конечно, полистать и бумажные каталоги, но в целом комплектация проектов, как правило, это дело такое, что ни одна техническая компания или поставщик света не выкладывает все возможные варианты светильников на сайт. То есть это кропотливая работа, которая происходит уже непосредственно с менеджером под каждый проект и комплектуется, соответственно, отдельно. Все светильники мы заказать можем, конечно, мы можем выставить вам все данные по ценам, срокам и так далее. Намного я даже писала цены, старалась написать, да, но многие светильники типа как винтаж и так далее мы, в принципе, тоже можем, но нужно понимать, что если у вас объект, который вы хотите наполнить коллекционным дизайном, то должны быть определенные возможности у ваших клиентов, вот, и какие-то примеры, которые я показывала, они достаточно небюджетные по цене, но мы можем. только нужно, соответственно, это будет долго, дорого, но с любовью. Поэтому пишите, пожалуйста, что заинтересовало, мы все вышли. Да, вопрос по поводу коллекционного дизайна. У нас сегодня, на самом деле, я не знаю, были ли вы с нами на вчерашних лекциях, той же Ольги Косаревой, на сегодняшней лекции Виктора Димбовского по трендам, и как раз коллекционный дизайн, они в том числе называли, и мне очень приятно, что именно в теме светодизайна, что у нас прям очень четко все спикеры называют основные тренды в своих направлениях. А вот скажите, пожалуйста, про российский предметный рынок светового дизайна. Есть ли вообще сейчас у нас что-то, как это развивается, и производится ли что-то в России? Если касаемо именно винтажного, какого-то винтажных элементов, которые уже были, в принципе, вот у меня даже за спиной, и я специально подготовилась, я подбираю себе тоже такие аутентичные, немножко, в основном, советские, я смотрю вещи, о том, чтобы потом уже предлагать тоже с искательным клиентам. Вот за моей спиной как раз-таки винтажная лампа, которой там больше 30 лет, вот мы ее бережно, соответственно, изъяли человека, которому на нее было все равно, вот, и, соответственно, привели ее в порядок, отфотографировали, и будем в ближайшее время выкладывать. Вот, что касается производств, у нас есть производители, как, например, даже Центр Свет, всем известный, да, просто сами формы, которые производят, можно сказать, все наши современные производители, они не новые, о чем я и говорила ранее, да, потом есть небольшие производства, которые тоже делают светильники технические, например, Олета-компания, мы с ними тоже стараемся сотрудничать, но свет российский, как правило, стоит много дороже, и тяжело зачастую клиентам преподнести выгоду, когда, если еще дистанционно мы работаем, да, показать им кардинальное различие настоящего качественного светильника от того, который есть там в пять раз дешевле, вот, это основная такая боль, которая бывает у наших основных клиентов, вот, но в целом производителей есть, но их пока немного, и я вот как раз-таки в своей презентации рассказала про коллаборацию Центра Света Дмитрия Логинова, и также рассказала про продукт светильники от Нади Зотовой, которые, в принципе, тоже визуально уже где-то встречались с вами, но в целом они как новинка наших российского рынка. Ну, вы называете, да, такие бренды как Центр Света, это, конечно, мастодонты рынка, тут вопросов нет, да, а если мы говорим про какие-то небольшие, начинающие, может быть, авторские, российские производители? Вот, допустим, у нас даже самих есть опыт, потому что мы давно в свете работаем, и когда мы не можем найти клиенту светильник, либо реализовать его какие-то ожидания по срокам или ценам, мы готовы, соответственно, с помощью там наших производств, определенных мощностей, тоже произвести светильник, то есть у нас есть такое, просто мы, грубо говоря, это в массы не выводим, потому что вот масштаба пока нет, но производство есть, и есть опыт производства светильников, даже для братьев Жилиных, когда-то мы производили светильники из панеры, вот, соответственно, недавно для клиентки мы производили светильник из стеклянных трубочек, стараемся, но пока это не очень масштабно, но так как мы малый бизнес, на начальном уровне, я думаю, все в будущем у нас будет обязательно. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии дизайнера интерьеров, светодизайнера и компаний по комплектации, вот как все это, потому что сейчас очень много вопросов, потому что у нас компании, часто, которые продают свет, занимаются светотехническим расчетом, компании, которые свет не продают, занимаются еще какими-то расчетами, то есть вот здесь такая непонятность рынка, и, собственно, дизайнеру интерьеров, нужно ли ему изучать светодизайн, или нужно ему иметь там в студии светодизайнера, или можно ему прийти к вам и сказать, Марина, станьте моим светодизайнером, вот именно технологию работы со светом с точки зрения дизайн-проекта. Я поняла. Вопрос хороший, да, очень популярный. На самом деле, сейчас вот много раньше очень была популярна тема дизайнера патистилля, например. Все дизайнеры обращаются к дизайнерам патистилля, но почему-то по свету никогда никому не обращались. Сейчас рынок развивается, и технологии нам как раз-таки позволили сформировать такой определенный новый рынок профессии, светотехники, да, и теперь на стадии проектирования вообще задумки, реализации вообще к тому моменту, как что-либо приступать, чертить, нужно изначально уже на этом этапе встречаться с человеком, который будет отвечать за свет на вашем проекте и, соответственно, продумывать и проговаривать, какие сценарии, какие ожидания света у вас могут быть. Этот человек должен быть достаточно опытный на то, чтобы рассказывать вам примеры, показывать, как есть. Если, например, нет бюджета на постоянное сопровождение, я уже говорила в презентации об этом, что можно взять какие-то разные консультации, но обязательно привлечь на то, чтобы не экономить, например, либо потом не исправлять ошибки, которые позже могут возникнуть. Например, важно основной свет грамотно укомплектовать качественным светом, потому что, я уже еще раз повторюсь, светильники, они максимальный свет, который они спускают, максимально влияют на наши комфортные преподавания. Мы не можем работать, мы не можем готовить, спать, если у вас мигрень, если некачественный свет, он стоит в светильнике. Вот, соответственно, в начальном этапе вам нужно продумывать, и клиент должен рассказать, что он примерно хочет. И потом уже, когда реализация того, что это визуально как это выглядит, потом это уже приступает, приступаем к расчетам. И, соответственно, как правило, в интерьерном сегменте это не так популярно, делать расчет на свеченную. Расчет на свеченную нужен в основном в торговых помещениях, там, потому что есть определенные нормы. Торговые и общественные пространства, их обязательно нужно рассчитывать и считать. И к нам вы всегда можете обратиться. Эта услуга у нас платная, но по следующему получается, если мы уже с вами проект до конца доводим, то эти деньги, которые вы оплатили за услугу консультации или расчет на свеченности, потом учитываются в счет заказа самого оборудования. Поэтому она становится автоматически бесплатной. Потому что мы гарантируем то, что насчитали и что то и смонтируем, если даже нужно найти. Давайте в завершении нашей с вами встречи, потому что к вам уже в эфир пытаются присоединиться наш следующий спикер Артем Дежурко. А мы уйдем на небольшой перерыв после встречи с вами. Три совета, ну или я не знаю, сколько советов, на чем можно, на чем нельзя экономить при выборе света? На чем? Это на самом деле такой сложный вопрос, потому что не на минуточку, потому что каждый человек должен для себя решать, что для него свет. И как правило, нужно, во-первых, чтобы не совершить ошибок, нужно отталкиваться от того, в каком пространстве он привык уже жить. То есть если он всю жизнь жил с одной лампочкой Ильича и, соответственно, ему комфортно, то есть ему не нужно много света. И я этот пример уже много раз приводила, что вот, например, стоматолог мой, она говорит, когда я узнала, что светом занимаюсь, она говорит, ой, Марина, мне так всегда везде темно, что мне делать? Я говорю, так вы же постоянно находитесь под этой лампой, конечно, вам темно, и поэтому при проектировании вашего интерьера вам нужно это учитывать, потому что у вас на работе постоянная нагрузка на глаза, и вам нужно света больше, чем обычному человеку. И поэтому, чтобы не совершить ошибок, вам нужно отталкиваться именно от своих пожеланий и от пожеланий вашего заказчика. Нужно пожить, прийти, посмотреть, как у них свет устроен, и уже на основе этого реализовывать новый проект. Допустим, если они не пользуются настенным светильником и не читают у кровати, то светильники у кровати им даже и не нужно располагать. И ничего, что это сейчас в тренде, потому что идти на поводу тоже у трендов не всегда правильный вариант. Но самое главное, на чем нельзя экономить, это на техническом свете, который дает основное освещение. Нужно отдать должное, что там вы выбираете диван, делаете выкрасы на стенах, а некачественный светильник, светодиод может испортить вам. Вот днем вы видите свет хорошо, а вечером ваш свет уже не тот, который, цвет стен не такой, цвет дивана, фактура вообще не видна. А все почему? Потому что сами светодиоды могут быть некачественные, которые дают этот свет. И такой же совет еще по зонированию, соответственно. Сценарии, может быть, не всегда нужны, но всегда имеется в виду, что настольная лампа, либо дополнительное какое-то светодиодное освещение обязательно проектируйте зонирование, чтобы подсвечивать определенные зоны, где вам нужен свет. Например, рабочая зона всегда должна быть правильно подсвечена, зона отдыха должна быть с мягким светом, и, соответственно, в детской тоже нужны определенные параметры, ванной, чтобы свет падал правильно и не затемнял вам лицо, чтобы вы себе нравились. Это нужно тоже методом проб и ошибок. Порой никакой даже, может быть, технический специалист вам не скажет сто процентов, потому что на каждом объекте что-то может быть по-другому, либо у человека совершенно другое восприятие света, нежели у вас, потому что у всех глаз по-разному устроен. Кто-то, например, сделал коррекцию зрения и сейчас очень чутко реагирует на каждый источник освещения, поэтому нужно важно понимать, что вот какой плюс в лампочках. В лампочках есть определенный плюс, что светодиод, он уже имеет определенную мощность и определенные характеристики, их уже не изменить, а лампочки могут, их можно сделать ярче, можно менее яркие сделать, можно теплый свет, можно холодный, можно вообще разноцветные. Лампочки сейчас бывают на пульте управления, которые дают разноцветный свет, хочешь розовый, хочешь красный, хочешь зеленый. Поэтому нужно это все учитывать, что с лампочкой всегда есть запасной аэродром. Спасибо большое, Марина. Вы знаете, я читаю чат и прям пишут презентация прекрасная, будто бы побывала на выставке света. Пишут, что вас можно слушать бесконечно и я очень надеюсь, что мы с вами видимся не последний раз, как говорится. Поэтому спасибо за вдохновение, прекрасно, компания вам виднее, вам отдельное спасибо за доверие и, конечно, за прекрасный контент, который вдохновил нас всех в этот чудесный день трендов. Спасибо, друзья. А, Марин, еще раз повторите, как получить анкету обратной связи. Если у вас сейчас есть возможность зайти на сайт Russian Interior Week, но я думаю, что сейчас выкупление, вы всегда можете зайти туда, и там есть контакт обратной связи, можете написать в WhatsApp, мы туда, мы в ответ вам вышли, мы все полезные материалы, с вами свяжемся и обсудим условия сотрудничества. Да, ну, в любом случае, можно писать и вам в директ, вы его всегда, я знаю, проверяете. Любые способы контактов с Мариной, с ее командой чудесные, профессиональные, вдохновляющие, выбирайте, пожалуйста. Смотрю, у вас уже там темно, включайте, как говорится, свет, Марина, вашу винтажную ладу. Спасибо большое, что были с нами, с вами прощаемся и уходим на небольшой перерыв, 7 минут.